Продолжение следует... Продолжение следует... С самого начала, надо сказать, что я попала желудочным кровотечением. И до этого, где-то за год, может быть, меня немного иногда подташнивало. Вот. Особенно на неправильную пищу. И, в принципе, особых неприятных ощущений не было. Можно сказать, когда я сильно нервничала, у меня тогда появлялась тошнота и иногда позывы на рвоту. Но в конце уже я почти не могла ничего не есть. И самое удивительное, что я не могла есть особенно сырое, а единственное, что я могла есть, это пельмени. Это мясо с тестом. Ну, это как раз, можно сказать, самая еда того, что делает рак. Те существа, которые в нас живут, они больше всего любят мясо, на мой взгляд, и как раз тесто. И получается, для чего я рассказываю после семи лет, потому что сейчас я пытаюсь делать выводы и наблюдаю за другими людьми. И сегодня меня, собственно, сподвигла смерть хирурга Санкт-Петербургского, который сделал свое заболевание раком желудка тоже публичным. И, в общем, ему удалось продержаться чуть больше года. И надо сказать, что я на сегодня не могу сказать, почему. Кто-то умирает, а кто-то остается жить, как я. Это вообще, конечно, заболевание очень индивидуальное и очень непонятное. Возникает оно уже, на мой взгляд, спустя семь лет, как причина трансформации личности, то есть роста. Если мы упираемся в своем личностном развитии, или застряли на каком-то этапе своего духовного роста, и застряли так, что видно, что выпрыгнуть из этой ситуации мы уже не можем, в силу обстоятельств социальных, которые нас окружают. И тогда, получается, нам дается это заболевание для того, чтобы мы смогли изменить то, что происходит в нашей жизни. Пока мой пазл складывается из следующих наблюдений. То, что я читала в другой литературе, то, что встречалось мне в жизни, почему-то я наблюдала именно за теми событиями тех людей, которые болели раком. И на этапе моего наблюдения, когда мне было 40 с чем-то, заболела моя мама раком. Ей было 63 года. Кстати, столько же, сколько мне, когда я заболела раком. Только у нее был рак матки. И вот то, что я якобы случайно наблюдала за тем, что происходит с людьми, и как им удается вылечиться, помогло мне помочь моей матери. И тогда мы первое, что сделали, это изменили ее образ питания. И работали на трех уровнях. На уровне физического тела, эмоционального тела и духовного тела, ментального тела. И вот то, что я маму свою вытащила, она прожила 80 лет, и, к сожалению, я сбила машину. Она погибла в абсолютно здоровом состоянии. И вот, когда эта же участь постигла меня, вот этот начальный алгоритм я уже знала. Я знала, что нужно первое, срочно абсолютно себя отделить от всего привычного, что меня окружает в жизни. То есть я должна... У меня хорошая семья, у меня был бизнес, все было на высоте. Конфликты были такие с мужем, непониманием. Ему не нравилось, что я занимаюсь бизнесом, слишком интенсивно мы ссорились по этому поводу. Но, в принципе, как обычная семья. Но когда я заболела, я поняла, что я должна прекратить отношения со всеми. И с мужем, и с дочерью. И бросить бизнес. И даже сменить место, где я живу. Мне твердо запала в память история одного миллионера, который, заболев, отдал бизнес, зафрактовал пароход и уехал путешествовать. Ему осталось полгода жизни. Через полгода он вернулся абсолютно здоровым человеком. И вот это почему-то запало у меня в ум. Когда заболела моя мама, она жила одна, в однокомнатной квартире. Она не очень общительный человек, и, собственно, я к ней приходила. У нее эти условия были. Она была оторвана от работы, от близких. Я себе создала эти условия искусственным. Выйдя после больницы, на следующий же день я сняла квартиру в Москве. И сняла, не бог знает какую, а сняла очень симпатичную квартирку в хорошем доме. Однокомнатную, хорошо оборудованную, красивую. Чтоб мне там было приятно. Я минимизировала контакт с близкими. Они только иногда приходили ко мне в гости. Иногда. Но я не прекратила контакт с другими людьми, с кем мне хотелось встречаться. И даже продолжала принимать как психолог. Это первое. Работу свою я тоже аннулировала. То есть я весь свой бизнес передала своим партнерам. Освободив себя от мыслей о бизнесе. К сожалению, меня не оставила в покое налоговая. После операции мне через два месяца пришло, что меня проверяют четыре года. Я написала в налоговую, что я болею тяжелой формой рака, и что мне не до этого. На что мне было отвечено? А нам все равно. Проверять мы все равно будем, хоть и я умираю. Я передала свои дела, написала доверенность на своего бухгалтера. И должна сказать об этом. И сбросила с себя все в ее руки. Потому что, в принципе, проверяют бухгалтерскую работу. И она за меня начала перед налоговой отвечать. Закончилось это тем, что через шесть месяцев она сказала, что она больна той же формой рака, что и я. Она была моложе меня более чем на десять лет. Очень хороший человек, очень красивая, симпатичная женщина. Заболела абсолютно той же формой рака, перстеневидный рак. И до сих пор для меня это остается загадкой. Почему так произошло, что мы два совершенно. Человека только сотрудничали. Даже ни разу чай не пили с одной чашки. Просто она раз в неделю приходила, подводила итоги моей работы. Была очень успешный человек во всех планах. И получается так, что она начала вороться тоже своим путем. Она человек такой продвинутый. Много что прошла, много чем увлекалась. И в результате она протянула ровно пять лет. Ровно день в день. В июне она узнала о том, что заболела. Ровно через пять лет в июне она умерла от этого рака. И вот с каждой такой смертью я каждый раз задумываюсь, что такое вообще жизнь, что такое раковые заболевания, вообще другие заболевания, и что такое смерть. С Red armour, что такое смерть. Срень, сесть, проехал. А в суммаре. Продолжение следует...